Субтитры сделал DimaTorzok Приступим Итак, оранжевый у нас волк, а желтенький у нас саладин Делаем ваши ставки, господа, кто же победит? Как по мне, так на самом деле у обоих ботов равные шансы Но я даю предпочтение на самом деле саладину Он более интересный на самом деле соперник Не идет тупо в лоб, а применяет даже тактику, я бы это назвал А как думаете вы? Пишите в комментариях под этим видео Как мы видим, волк достаточно близко уже подстроился к замку саладина И начинает его немножко прессинговать Тем временем у саладина уже появилась манганель Но я думаю ненадолго Пока что можно оставить наших ботов, так сказать, наедине, чтобы они поразвивались немножко Пытается, пытается волк завести юнитов на свои основные башни Но не даст ему это сделать паладин, мне кажется, никогда Потихоньку начинать грызть катапульту замок волка Волк пока не предпринимает никаких действий в ответ Здесь на самом деле есть вторая катапульта, но толку, мне кажется, от нее не особо много И, а тем временем, кстати говоря, саладин-то, смотрите, поджал волка в своем замке Между прочим Гораздо более агрессивно действует саладин Как мы видим Но пока что волку фиолетовую О, кстати говоря, здесь появились ассасины, которые сейчас быстренько объяснят врагам Хотя я даже не знаю, куда они двигаются Наверное, ворота открыть, но не пройдет Да А, и тем временем Уже начинают немножко Выгрызать камень Саладин У замка волка Ой, долго это будет происходить Ох и долго Тем временем Поскольку здесь саладин-то-ки сломал проход Манганель может беспрепятственно обстреливать весь замок волка Игрызать камень игры султан проход здесь мне кажется надо усилить катапульт а вот смотрите все-таки достроил волк проход и сейчас объяснят манганели то что она не права здесь еще подряд из арбалетчиков идет что в принципе очень даже позитивно для обороны но очень мало арбалетчиков прошло к сожалению и пока что ничем не закончилось такое действие волка причем позитивным мне просто интересно почему так долго катапульта здесь ломает проход а вот тут еще подкрепление из двух идет однако и что это откуда там летит этот камень так вот подкрепление подходит а тем временем волк отбивается отгрызения свой замок или нет нет вы посмотрите-ка это куда-то катапульты идут не туда куда нужно и сейчас а вот катапульт еще одна и волк кстати говоря тоже поставил катапульту думает отбиться от атаки но мне кажется бесполезно да тут прошли пикинер и зачистили пароход это что это такой куда это зачем это что происходит ладно так еще одна пачка пикинеров какими-то интересными кусками копает пикинеру волка если честно не совсем понятно а пока основной движуха вот в этом углу насколько я вижу так вот уже появляется баллиста волка но я не думаю что надолго на так и есть ему баллиста сначала поставить чтобы они обстреливали а потом уже все остальное но как-то странно в общем так вот очередная пачка инженеров идет погибать мне так кажется скоро у волка просто кончатся деньги да так и есть волка стал всего лишь 400 монет против 18000 султана да и вот таки волк решил пойти в атаку но она мне кажется ничего не даст поскольку она очень слабая и ну куда он пройдет не совсем понятно а тем временем просто доминация от манганели дальше посмотрите просто замок превращается потихоньку в руины здесь какой-то подряд но не знаю не знаю чем все кончится пытается пытается на башне отправить инженеров но бесполезно бесполезно так тем временем султан решил обойти данные отряды и просто погибнуть окей так вот волк пошел в атаку и время куда-то прорываются рабы зачем-то ног огнеметатели смотрите волк встречается с огнеметателями и со встречным отрядом мечников но насколько мы знаем арабские мечники немножко посильнее будут но поскольку их больше и они под бафом популярности арабские мечники от саладина у них есть небольшое преимущество ну и все теперь саладин перехватывает инициативу свои руки и идет в атаку и временем здесь тоже повстречались с небольшим отрядом огнеметателей мечники и право погибнули и тем временем саладин уже вгрызается в последний оборонительный рубеж а волка мне кажется у волка не осталось никаких шансов на победу просто превратить посмотрите во что превращается замок волка это кошмар тем временем башенька 1 пала я стараю уже упадет тут еще одна катапульта на подряде и кучка мечников так вот вторая башня уже готова отлично отлично вы просто посмотреть у даже две катапульты очень грамотно действует саладин очень точную хорошее место выбрал для прорыва да если он еще сломать казарма то все это конец да так и есть и параллельно еще и поджег его вы на это посмотрите вот это я понимаю уровень еще и здесь прорвался блин вот это здорово прям очень круто а потушить то не могут потушить то он не может потому что никому вот это я понимаю отличный был прорыв от саладина посмотрите на это прям заслуживает уважения но потерял всю свою армию саладин на этой атаке но результат впечатляет на самом деле у волка есть полторы тысячи денег но нету абсолютно не рынка где он может купить камень не и денег на производство юнитов вообще ничего нету это означает то что нам осталось лишь дождаться когда когда же придут а войска которые добьют лорда но в принципе тут уже и так все очевидно да очень грамотно поставил конного лучника чтобы он уничтожал просто всех крестьян которые появляются кстати говоря если погибнет это будет забавно значит у крестьян есть какой-то урон и какой-то минимальный но он есть или нету посмотрим но пока надо дождаться пока армия придет они смотрите осталось всего лишь один мечник у волка и больше никого а вот смотрите откуда появились дополнительные юниты ага все таки волк еще хочет посражаться штук десять наверно лучников него появилась даже 24 юнита где они дети 24 юнита покажите мне их но все так же рынка у волка нету ну кстати говоря есть дерево поэтому шансы еще есть поэтому пока что ждем не ждем решение от саладина даст ли он жизнь волку или что вроде как грамотный дик вы посмотрите на это также грамотно играет саладин блин мне нравится его тактика очень круто блин конечно потерял тут всех своих лучников но слушайте на самом деле достойно достойно даже компьютер ну обычно в интернет игрока некоторые и похуже играют чем саладин я бы сказал так поверьте моему многолетнему опыту так ну вот уже при подбежали рабы подожгли отлично последние постройки так сказать смотрите он прям издевается саладин он издевается над ним а хорошо ты как на еще поджог своих конных лучников но это бывает не год недоконтроллер вот наконец-то идут мечники которые сейчас объяснят лорду нет они просто погибнут в огне на самом деле потому что он поджог костер это надолго ждем когда догорит вот эти три постройки волшебные но мы с вами естественно понимаем то что уже без шансов для волка абсолютно блин метод мечник радует он блин стоит очень долго вы просто посмотрите какой живучий все-таки этот мечник смотрите а здесь то на атаке стоят просто лучники это просто на атаке я никогда не видел чтобы боты использовали на атаке позицию первый раз это вижу так рынок появился но бесполезно уже замок уже практически кончился как мы видим игра осталось только дождаться армии какой-нибудь здесь уже все то есть бог повержен саладин сильнее волка господа я думаю те кто ставили изначально на волка немножко удивились потому что все таки это же волк мощный противник но как оказывается саладин то оказывается похитрее будет этот партизанская катапульта забавляет меня конечно ну в общем-то саладин мои поздравления что я могу сказать то же жду когда пойдет последняя волна когда же добьет своего соперника или он будет до конца жизни над ним издеваться каким-то образом погибла катапульта не предполагают своих других вариантов нет так и где же где же где же последние отряды предполагают тут они должны быть но что-то пошло не так ну давай же султан саладин я в тебя верю вот вот идут угла-то отряды но почему-то на этом все либо он решил просто домучить волка до смерти но тогда нам нужно вот этих всех лучников подвести а то это надолго ну наконец-то дамы и господа а саладин таки победил ура товарищи ну что же дамы и господа а я считаю свою миссию на сегодня законченной спасибо большое за просмотр пишите в комментариях ожидали ли вы такого исхода а мы с вами увидимся в следующем видео